Человек, которого приятно слушать, потому что он зума хамами, увлекается. Видео-случаи, когда люди хамали с армией, не знаете ли, что они его проваливали? На метах. Пары где-то не пишут. Вот, конкретно по с армам. Это препараты, которые по факту работают как стероиды. Там ЛГФСГ ополовинились, банка шваганды пробил, все нормально, шишка работает, а дальше хорошее. Вот, главное просто, чтобы была соответствующая генетика, не было диабетиков в роду, это важно. Я был в Польше, в Турции в последние разы, там говно едар. Вы так, не рекомендовал бы кому-то? Какой бы курс в сармах ты взял для себя, если бы решил заняться плотненько по дебилзу? Боже, я в свое время, я когда качался, я оставил кучу всякого дерьма. Друзья, привет. Пока у меня перерыв на прокат шоу, я поймал Диму. Многие знаете его, как доктора Хайда. Человек, которого приятно слушать, потому что он постоянно учится, развивается, изучает все новое. И вы очень часто спрашиваете про сармы. Я знаю, что Дима самыми увлекается в плане их изучения. Ну да, потому что люди очень часто их принимают и просят у меня помощи в ПКТ. Потому что, как правило, вместо сармов они принимают не знаю что. Потому что, ну, барыги это не пишут. Как правило, конечно, это стероиды. Какие тоже никто особо не говорит, но это видно по анализу. То есть это могут быть какие-то даже дизайнерские препараты. Потому что, опять же, если вы производитель сармов, таких вот, которые рабочие, и вы меня смотрите, а меня смотрят разные интересные личности периодически, вы хотите, короче, начать свое производство, мой вам совет, не кладите те стероиды, которые есть в списке СДВ. Закажите дизайнерские у китайцев. Тогда вы не сядете. Но я, естественно, против того, чтобы кто-то обманывал покупателей. Но с точки зрения ума оно так работает. Однако я действительно видел случай, когда люди хавали сармы и выходили в Федерацию Пауэрлифтинга, где есть допинг-контроль. И знаете, ничего не проваливали? Наметал. Слушай, давай так. На самом деле могу подтвердить, что привезти сармы, оригинальные, настоящие, очень сложно. Напарят китайцы, а проверить можно только за публики. Да нет, даже не китайцы напарят. Их сложно в Китае найти оригинальную. Поэтому это правда проблема, проверить в России сложно. А картина по сармам настоящая. ПКТ требуется? Тут не влияет. Ну, во-первых, зависит от человека. Мы должны понимать, что репарат любой из сармов, он малоизучен. Мы отметаем сейчас сразу один-единственный грильный меметик, который... Ну, сейчас не один-единственный, но самый популярный, который записывают сармы. Это Ибута Морет, МК-677. Он к сармам не относится. Он мимикрирует, ну, подражает по своей структуре естественному гормону голода, грелину. За счет чего для поддержания энергообмена у нас вырабатывается гормон роста, компенсаторный. Ну, жрать теперь уж хочется. Вот. То есть это, ну, в умелых руках и при нормальной силе воли, ну, хорошее средство подсушится. Чаще всего в небольших дозировках средство для того, чтобы стимулировать аппетит, ну, или... Кому не очень повезло, знаете, как и получить диабет. Вот. Конкретно по сармам. Это препараты, которые по факту работают как стероиды. Где-то сильнее, где-то слабее имеют... Семь, иди на балкон, смотрите. Там прикольно. Там съемка. На куртке уйти. Короче, ребята, мы на громкий и пошли на балкон. Мы выбрались на улицу. Вот такие вот жопки нашли. Сели на ногу. Продолжим. Нет вопросов. И продолжим, друзья. Большинство сармов, они по факту, ну, для чего создавались? Для того, чтобы давать эффекты АЭС с минимальным спектром побочных эффектов, которые дают АЭС. То есть терапевтические эффекты, как у стериков, побочки, соответственно, ниже. Не отсутствуют, а ниже. То есть, как бы, они должны сармами селективно воздействовать на андрогенные рецепторы в определенных тканях. Ну, там, костная, мышечная и так далее. При том, что давать такие же эффекты на тканях половой системы они не должны, за счет чего, собственно, будут угнетать выработку собственных андрогенов и гормонов, которые заставляют вырабатываться тропных и релизинг-факторов ЛГФСГ и ганадолибериды. Суть в чем? Сто процентной селективности достичь все равно не получится. То есть, так или иначе, препараты будут иметь какое-то сродство к андрогенным рецепторам где-то еще. Плюс у каждого человека разная чувствительность. Как и обычным стероидам, потому что Руслан там раз дофига говорил о своих роликах, то, что кого-то прет от маленьких дозировок, кого-то от больших, кому-то одни препараты... Да, то же самое от сармок. То есть, кто-то, ну, реально сдает анализы, там ЛГФСГ ополовинились, банку шваганды пробил, все нормально, шишка работает, анализы хорошие. А кто-то, ну, реально, просто, ну, сармами настоящими, от которых у другого вообще все гормоны не пошатнулись, и у него нулевые они все. То есть, здесь нет никакой конкретики. Их плюс в том, что они легальные, в том, что если вы знаете, какой бренд их производит, нормальные, и есть там подтверждение, вы примерно представляете, что вы едите, что вам ждать. По факту, ну, подход к курсу сармов должен быть такой, как подход к курсу АЭС. Вы должны также полноценно обследоваться, вы должны отдавать себе отчет, что, в отличие от АЭС, они имеют меньшую базу по изучению, потому что по стерикам, смотри, мы знаем... Уже очень много лет, давай так, с 34-го года, по сути. Да я тем более, я вам скажу, вот смотри, мы как мы можем посмотреть, то, что есть люди, которые принимали стероиды, есть дети, людей, которые принимали стероиды, дети, детей, все верно. По сармам, ну, хрен его знает, ну, как сейчас сеноид, по поводу там спутников определенных, как бы, которые с геркодами. Тут тоже самое абсолютно препарат, хрен знает, сколько на рынке. Да, но эффективен, но пока мы знаем лишь верхушку айсберга, которые, ну, выглядят достаточно привлекательными. Поэтому, если вас с сармами не напарят, в принципе, вот на коротком промежутке времени они эффективны, как стероиды, но при этом более безопасны, также в коротком промежутке времени для собственной дуги ГГЯ. Что там дальше будет, какое влияние на потомство, можно сказать. Вот, но, по крайней мере, супертренеров, которые это будут спаривать в зале после покупки оптом у добрых разных людей за это не посадят, поэтому они, в общем-то, успешно могут этим заниматься. Главное, чтобы метана в сармах не было. Так, давайте к сармам. Наверное, пункт первый. Какой бы курс сармов ты, давай так, не рекомендовал бы кому-то, как бы курс сармов ты взял для себя, если бы решил заняться плотненько бодибилдингом? Слушай, ну, я бы, наверное, сейчас С-23 проел. То есть я сейчас, ну, занимаюсь всякой ерундой, я две недели ничего не делал. То есть я сейчас на травах занимаюсь, ну, допустим, если бы именно сарм, вот если бы не очень надо было себе привести форму С-23, съел бы препарат по действию схож со стонозололом на практике, вот, но, кстати, у многих реально дубу сбивает. Давай так, окей, проел ты первый курс, проперло, все супер. Следующий курс сармов пожестче, потяжелее? Комбинация. Комбинация, да? С-23 с-4. Вот, я бы, опять же, если бы надо было что-то набрать, короче, вот, если бы надо было что-то себе нарастить, может быть, добавил тоже МК-677. У меня хороший, очевидно, с консул, плюс я очень много двигаюсь. Я вот в тот раз, когда мы с Русланом приехали, точнее, с Никитой до Руслана, блин, мы приехали из Люберец на велике. И, короче, в Люберце я еще из Балашихи приехал до Никиты на велике. То есть, это на самом деле... Это, наверное, далеко, я так понимаю. Это нормально, это в районе 50 километров в одну сторону. То есть, потом еще мы тут в Боготык съездили в зал, покачались. То есть, в принципе, имея такой режим, ну, можно особо не париться, если генетика нормальная по чувствительности к концу. Поэтому и будто Морен я бы, наверное, все-таки поел. Вот, поел бы его, естественно, циклично, потому что есть определенные протоколы приема через несколько дней, которые резистентность к препарату помогут сбить. Ну, и опять же... А вы быстро развиваете, даваясь прием без остановки? Данные везде разные. А это же индивидуально. То есть, опять же, не изучено, блин, да. Да, но знаешь, что, нет, я вот так делаю всегда. Я говорю, ребят, хавайте его послесиловой. Вот когда послесиловой надо откидаться, когда идет повышенный сит из белка, и вам нужно в себя закидать много хавки, закидывайте по 10 миллиграмм, например. Потому что и будто Морен, все-таки, в отличие от Сармов, он не влияет в своей структуре на потомство. Он менее способен накапливаться, у него менее долгое действие. Соответственно, ну, я его и хавал одно время. Правда, я понял, что я не могу контролировать аппетит, потому что я не мотивировал нифига. Прям вообще, да? Ничем, блин, да, я ел как раз... Я ел Core Labs, я ел Formatex. Они были оба рабочие. Я там бисквит какой-то съел, пиццу съел. Короче, смотрю, так 8 тысяч калорий. Короче, Бутумарен на массе, прямо после славы тренировки, прямо огонь. Люди там говорят, рис не могу, там суши не лезут, булки, пиццы. Я говорю, хренов за, кто может не лезть. Нормально. Закидываете, все работает. Вот, главное просто, чтобы была соответствующая генетика, не было диабетиков в роду, это важно. Потому что это может все дело спрогрессировать. И смотреть надо не только инсулим, глюкоза, а гликированный гемоглобин. То есть вообще, по анализам чувствительных инсулинований есть такая фишка, что, во-первых, вы сдают максимально быстро после сна. Во-вторых, сам инсулин и глюкозу, этот индекс хомо, сдают в паре с гликированами. Потому что эти два показателя, они могут скакануть, если, допустим, человек, ну, пошел до лаборатории пешком. Соответственно, есть физическая активность, повышение глюкозы, сверху инсулин. Блин, я диабетик. Может, вообще, прикинь, там, ну, допустим, как я раньше, там, до универа, там, ездила-то, нахалялась, да, там, раз, побежал, в автобус прыгнул, то, что, пятое-десятое. Ты думаешь, ела-халла, так я жив вообще. Вот, то есть, поэтому максимально быстро после просоний в паре с гликированием сдаете, и тогда видите объективную картину. И желательно все-таки знать свой анализ. Вот, но такие связки, в принципе, они нормальные. Плюс, и будто Морен нормально комбинируется со всеми стериками, да и сарма тоже, кстати. Вот, если это был следующий вопрос, ребята много интересуются, часто. Я знаю, что и применяю, вот, и, кстати, мои спортсмены использовали. За бугром. И за бугром, да, вот тоже хорошо. То есть, ты тоже считаешь, что комбинация с АС сармов логична? Как замена непосредственно оралки? Потому что они менее гипотоксичны, если настоящие. Да, причем, действительно, опять же, к сожалению, ребят, простите, слово индивидуально мы будем использовать, но были люди, у которых вообще не двигалось печенка. То есть, от сармов были те, у кого сказываются. Не сильно. По сравнению с саралкой, раз там 30 меньше. Там много приколов есть таких, вот, как качество самих стероидов, как качество питания. Потому что, например, ну, вот многие говорят, что в других странах нормально хавкают. Я был в Польше, в Турции последние разы, там говно еда. Там открываешь просто мороженое почти все с транжирами. Притом та же Турция, мороженое Магнум, ну, в Европе знаешь, что Магнума не Магнума, оно его делает под этой маркой в Россию, там, без транжиров, там, прям все хорошо. Вот, метры заходишь, там, Магнум, там заходишь одно-давно. Может быть еда, может быть стерики. Люди, ну, упускают эти маленькие моменты. И сармы, естественно, должны быть настоящие. Вот, параллельно курсом, самая прикольная тема, это вот классическим связком на сушку докидывать андорин. То есть, это большую жесткость. То есть, форма будет более плотной, смотреться. То есть, он чем-то будет, так сказать, мимиклировать под проверон? Под проверон, под стан, под ДГТ. Но при этом, опять же, минимум побочных эффектов в плане высокоандрогенных препаратов, таких как, он, облысение, если есть плон, с полотенцией. На кожу не будет влиять, прыщей, жирности кожи. Да, опять же, это все управляется генетически. Потому что я, в свое время, я когда качался, был юношеский опыт, еще я когда учился в универе, я ставил кучу всякого дерьма. Потому что ввиду своей ютуб-деятельности мне периодически разное дерьмо присылали на халяву. Лишь бы я только пост выложил. Как не колоть, да? Иногда хорошее, да. Ну, блин, вот, как бы. Я делал много всякой херни, и на самом деле я жив и здоров. То есть, сейчас я в натураху себя прекрасно чувствую, с нормальной шляпой и с нормальными, в общем-то, словами для натурального тренинга. А тогда я делал то, что, я понимаю, даже стремно озвучилось, потому что есть вероятность, что люди станут коллегами. Там, кофеин я ел больше дозировки, которая смертельно считается. Это сколько? Это, по-моему, сейчас, если округлить, до около 8 грамм. Суточное? Разное. А я думал, что я много кофеина потребляю, даже иногда переживал по этому поводу, ребята. Я был человек, который съел 13, с этим у человека и 120 микрограммов лондутерола. И он тоже жив, но он просто не спал 3 дня. А был. Вот. А сейчас снимают блоги про дождь. Раньше работал там Виктор. Такой товарищ был интересный. Вдруг Никиты Малиной, кстати, да? Тоже такая интересная личность. Вот. Просто не надо это, как бы, воспринимать никогда даже вот такую околоконкретику. Ни как руководство в действии, ни как что. Потому что у врачей есть такие проблемы, что они думают, ну, у организма же есть резервы. Леха Милюков, кто помнит, тоже так думал. Додумался товарищ. Поэтому не стоит, ребятки. Не стоят. Это даже лучше, чем не стоит. Друзья, думаю, было интересно и приятно послушать. На канале не только мое мнение, но мне, скажем, было тоже приятно. Знаете что? Потому что оно совпадает. Это очень важно и ценно. По поводу качественных сармов. Догадываетесь? Ну, кто догадывается, где они могут быть? Руслана в кармане? Нет. Я чистый. Я чистый. Я чистый. В кармане нету ничего, кроме чьей-то визитки. По-моему, Ясиновский. Мне ее стучил. А там ссылка на сайт. Ссылка на сайт. Оп. Под роликом. Под роликом. Понимаешь, в под роликом закрепленном коменте чьем-то. Какой-то фейк написал. Нехороший человек. Какой-то левый человек, да. Не будем морозить больше Димона. Думаю, с ним еще увидимся. Возникли вопросы или мнения. Их можно ответить сюда. Пишите в коммент. Прямо под жопки этих вот коней. После фейкера, который будет закреплен, ответим. Ну да. Ссылка на Димон. Там где-то. Под закрепленным коментом чьим-то. Блин, столько шуток было про эти ссылки.